Известная всем история о том, как русский самолёт Су-24 системами РЭП на борту выбил из строя сверхсовременный эсминец США Дональд Кук в Чёрном море, кружа над ним, похоже, вновь повторилась. О примечательном инциденте написало зарубежное издание Contra Magazine. Журналисты сообщили, что эскадренный миноносец США вновь попал в неприятную для себя ситуацию, только теперь не в Чёрном, а в Средиземном море. Было замечено, что пилот русского самолёта кружит над Куком, который совершенно ничего не может с ним сделать. Этот корабль оснащён современными противовоздушными орудиями, поэтому должен был предпринять попытку помешать самолёту ВКС беспрепятственно летать над собой, но этого не произошло. Австрийские эксперты предположили, что русские таким образом хотели вновь оценить возможности именно этого корабля и устроить проверку на прочность, которую Дональд Кук не прошёл. Его инновационные системы Pro-Igis вновь оказались лишь качественной разработкой на бумаге, ведь в случае удара ракетой она бы без преград ударила по кораблю. Проверка эсминца США была важна для Российской Федерации для получения ответа на вопрос о том, учатся ли США на своих ошибках. Выходит, что нет, раз инцидент в Чёрном море, который стал известен практически всем, снова повторился. Русские рэп вновь ослепили Дональда Кука, который стоял неподвижно. После того, как самолёт Российской Федерации узнал всё необходимое и улетел, Кук быстро отправился к порту Ларнаки, где располагается военная база союзников США – британцев. Ссылка на материал под видео. Подписывайся на канал, жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok